Вакцинация – это один из безопасных, эффективных путей борьбы с инфекционными болезнями. Таково мнение президента Академии медицинской профилактики Казахстана Алмаза Шармана. Небольшая группа людей, это 1 до 5% населения, активно и порой агрессивно проповедуют безумные конспирологические теории и безосновательные рассуждения об опасности и бесполезности вакцин. Тем самым они вводят в заблуждение огромное число разумных людей, которым по своей интеллигентности и критическому мышлению свойственно сомневаться. И это, к сожалению, работает. Вакцина сама по себе не вызывает ковида и препятствует распространению вируса, эффективно предупреждает тяжелое течение болезни и летальные исходы. Вакцины не вызывают нарушения репродуктивных функций и развития уродства новорожденных. Наоборот, те, кто заболел ковидом, находятся под огромным риском бесплодия, недоношенности, а также многочисленных хронических нарушений деятельности мозга, сердца и других органов, включая снижение умственных способностей. Хоть и не на 100%, вакцинация хорошо защищает от заражения коронавирусом. В Казахстане более 80% населения остаются непривитыми от коронавируса. И это идеальная среда для его распространения и мутации, считает Алмаз Шарман. Если такая ситуация будет сохраняться, мы будем обречены на появление новых волн эпидемии из-за более заразных и агрессивных вариантов коронавируса. Процесс вакцинации при ослабленных карантинных мерах будет вести к формированию новых вакциноустойчивых вариантов коронавируса с высокой заразностью, так как это естественный процесс выживания вируса. Ослаблять карантинные меры нельзя до тех пор, пока абсолютное большинство граждан, около 80%, не провакцинируется. Ослабление противоэпидемиологических мер нужно воспринимать как благо, заслужить которого можно только лишь получив необходимые дозы вакцин, отметил президент Академии медицинской профилактики Казахстана Алмаз Шарман. Амина Усенова, Азамата Усхан, Түріхан Кожахметов, телеканал Кызларда.